Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Вот в этом ролике я вам показывал, как покупал, потом разделывал, а потом готовил из части свиной ноги сырокопченую ветчину. Также пообещал приготовление остальных частей показать в следующих роликах. Пришло время выполнять свое обещание. Это у меня рулька с той самой передней ноги. Собираюсь удалить из нее кость. Ну вот как-то так. А это утиная грудка. Шкурку сала надо снять, она пойдет на балиш. Рулик, кстати, на канале есть. Балиш – обалденно вкусная штука. Сама грудка будет внутри рульки. Ну а теперь надо смешать рассол и частично нашприцевать, а частично залить мясо этим самым рассолом. Так, ну и сколько у меня весит рулька без шкурки и утиная грудка? Килограмм она у меня весит. Очень удобно. Значит, и воды нужно столько же. Литр, ну или килограмм. А вот соль возьму из расчета 2% к сумме масс мяса и воды. Ну или 4% к весу мяса. И сахар нужен 0,3%. По расчету все той же базе, то есть к сумме масс мяса и воды. Остается нашприцевать и оставить в этом же рассоле дней на 5. мяса. Мяса здесь совсем немного, так что успеет просолиться. Все отлично просолилось. Так, вынуть все это дело. Надо теперь приправить черным перцем, гранулированным чесноком и собрать все вместе. Тену грудку просто обильно этой смесью натираю. Отлично. Ну и пифим утку в свинью. Мне это удобнее делать в сетке. Натянул ее на пластиковую трубу. Ну теперь два варианта. Либо концы сетки завязать, либо бечевкой обтянуть. Кому как удобнее. Оставлю эту красоту на сутки в холодильнике при температуре плюс два, плюс четыре. Так, чтобы она обсушилась немножечко и продукт малость созрел. Идеально, конечно, было бы выдержать 5-7 суток, но у меня пряности, боюсь, не идеально бактериологически чисты. И мясо может при более длительной выдержке, более длительной, чем сутки, просто закиснуть. Я не решусь. Продолжаем разговор. Сегодня тепловая обработка. Хочу рульку довести до готовности по стандартной классной схеме в духовке, а затем еще немного подкоптить. Не будем терять время. Загоняю щуп китайского термометра в рульку. В духовку ее. Здесь же закрепить второй щуп для контроля температуры внутри камеры. На дно кипяток. Отепление в духовке при 45 градусах у нее идет до достижения температуры в центре рульки 16-20 градусов с паром. Затем сушка при 60 градусах до достижения в центре батонной температуры 40-45 градусов уже без пара. Затем обжарка при 80 градусах без пара до достижения в центре рульки температуры 60 градусов. И последний этап варка с паром при тех же 80 градусах до достижения в центре рульки 70 градусов рулька практически готова смотрите как красивая ее можно было бы уже есть но как я и сказал хочу ее еще немного подкоптить раскочегарю свой дымогенератор китайский одной загрузки хватает примерно на 10 12 часов это если коптить режиме холодного копчения то есть при температуре не выше 35 градусов если же температуру поднять градусов до 50 до 70 тем более до 80 то тяга в коптильне сильно возрастает и дымогенератор пограет за пару-тройку часов короче ночь рулька прокоптится потом день не тысится и может будет резать трескать и заслаждаться рулька у меня прокоптилась проветрила в течение ночи после чего я плотно замотал в пищевую пленку и оставил в холодильнике на двое суток для чего для того чтобы шкурка на ней стала мягче потому что после копчения считайте в сухом воздухе достаточно теплым шкурка сохнет сейчас она конечно не идеально мягкая но уже гораздо лучше давайте смотреть что у него внутри так внутри почти красота почти потому что грудка все-таки не приклеены к основной части рульки они приклеены понятно почему да потому что я очень много пряности положил на низ послужили так и таким так скажем барьером для склейки тем не менее что у нее там со вкусом интересно так вот это кусочки отрежу отделю давайте начать сначала утиная грудка она чесночно-острое так а сама рулька вкусно классный рулет классная рулька получилось чесночная острое у меру соленая прям прекрасная нарезка немножечко конечно не презентабельным на мой взгляд вид из-за того что отделена слишком сильно утиная грудка от рульки но для домашнего использования пойдет с пивом потянет огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки репосты всем пока